Привет, мой дорогой зритель! С тобой команда «Универ Ньюз» на студенческом телеканале «Универ Смотри». Сегодня с тобой я, Гульфия Мутугулина. О самых интереснейших новостях ты узнаешь прямо сейчас. О великий и могучий! В Казани отпраздновали День русского языка. Наши попали! Студенты КФУ победители межвузовского турнира по стритболу. Приз за откровенность. В КФУ прошел конкурс на самое оригинальное признание в любви к университету. У одних сессия в самом разгаре, а другие уже окунулись в лето. О том, как пройдет первый месяц каникул у лицитов Казанка Федерального, наш следующий сюжет. 5 июня на базе спортивно-здоровительного лагеря «Пуревестник» состоялось торжественное открытие профильной смены IT-территории. В церемонии открытия принимал участие ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Время, проведенное в лицее, время обучения в стенах университета, это не только время, когда достигается какого-то уровня знаний, но это время, когда люди начинают дружить друг с другом и потом по всей жизни, вспоминая эти годы, проходит миссия. Дай Бог так же будет и у Вас. Набирайте сил, здоровья, для того, чтобы 1 сентября мы с Вами все встретились на дне знаний и в лицее Лобачевского, и в IT-лицее. Этот лагерь гостеприимно принимает лицеистов уже второй год подряд. И Лабужский институт КФУ в течение нескольких месяцев готовился к началу летнего сезона. И гости из Казани по достоинству оценили изменения после проведенного здесь ремонта. Сегодня я уже повстречалась со своими лицеистами и все в один голос говорят, здесь так классно, а кто-то говорит, здесь так клево. Я думаю, что перспектива развития у этого лагеря очень большая, поскольку дома зимние и есть возможность использовать инфраструктуру лагеря для зимних профильных смен, то это привлечет сюда не только учеников лицеев КФУ, но и учеников всей республики Татарстан и всего Приворского региона. Поскольку КФУ готовит себе сам абитуриентов и поэтому мы имеем лицеи, мы хотим, чтобы наши лицеисты обязательно заразились духом нашего императорского Казанского университета, чтобы они хотели поступить только к нам, чтобы именно это сообщество зарождается в таких летних и зимних лагерных сменах. Для почетных гостей активисты смены провели экскурсию по учебным классам, где ведутся занятия по информатике, робототехнике и арт-дизайну. Ребята рассказали ректору о том, как проводят они здесь свое время и показали несколько творческих номеров, подготовленных ими специально для праздника. А на новой спортивной площадке в этот день прошел турнир по волейболу на Кубок ректора КФУ. По мнению Ильшата Гафурова, Казанский федеральный университет всегда оставил перед собой задачу воспитывать не только умные, но и здоровые поколения молодых людей. Учиться в университете сложно и, я помягче сказал, не так просто. Поэтому нужно здоровье, чтобы достигать и познавать, и дальше идти здоровыми людьми, пополнять сферу экономики нашей страны. Действительно, мы хотим, чтобы буревестник работал круглогодично, поскольку только в этом случае достигается экономически хороший эффект. Как для людей, которые будут поправлять здоровье и в зимний период, здесь прекрасное место, можно кататься на лыжах, на санках, на коньках. Можно приезжать на неделю, можно просто приезжать пятницу, субботу и воскресенье, уезжать к себе домой вечером, для того, чтобы в понедельник набравших сил, забыв все трудности минувшей недели, прийти на работу. Вслед за учащимися лицеев в буревестник приедут восстанавливать свои силы после завершенной сессии студенты Елабужского института КФУ, участники различных тематических школ. Екатерина Сайбель, Айдар Салихов, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ, специально для Универ Ньюз. Пока выпускники сдают ЕГЭ, в институтах вовсю готовятся к новому поступлению абитуриентов. О правилах приема в 2016 году в Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций смотри в следующем сюжете. Институт социально-философских наук и массовых коммуникаций – молодой институт, который сохраняет многолетние университетские традиции преподавания, философии, политологии, религиоведения, журналистики, социологии и конфликтологии. А совсем недавно в структуре института произошли изменения. Основной акцент на приеме или пафос наших изменений во многом связан с появлением на базе отделения массовых коммуникаций нового учреждения в структуре нашего института – это Высшая школа журналистики и медиакоммуникации. Стоит отметить, что выпускники института работают в государственных структурах, общественных объединениях, бизнес-компаниях. Журналисты уже со студенческой скамьи реализуют свой творческий потенциал в местных и федеральных СМИ. Ну, если говорить о журналистской нашей компоненте, о журналистском сообществе, о нашей Высшей школе, конечно, мы рассчитываем, что ее развитие будет в первую очередь связано с усилением практикоориентированности, с тем, чтобы образование с одной стороны и реальная работа средств массовой информации, они все больше и больше органично смыкались. Помимо программы обучения бакалавров, в институте имеется новое направление подготовки для магистров, а для студентов, телевизионщиков функционируют научно-практические лаборатории и специально оборудованные студии, где журналисты делают свои первые шаги в профессию. Стремление индивидуально подойти к каждому учащемуся. У нас не такие большие группы, у нас нет потоков там 100-150 человек, как в других институтах. Возможно, там это оправдано. Мы ориентируемся на индивидуальный способ образования, обучения, отношения к студентам. Это тоже достоинство. Кстати, правила приема в 2016 году не изменились, поэтому абитуриенты могут спокойно выдохнуть. Разве что с этого года все вступительные испытания будут проходить в письменном виде. Подробности о структуре института и ее особенностях смотрите в программе приемка ФУ-2016. Анастасия Иванова, Универ-Ньюс. В Казанском федеральном завершилась пятая региональная конференция общества изучения Центральной Евразии. Напомню, в повестке дня форума значились самые разные проблемы евроазиатского региона. Удалось ли их решить? Об этом далее. Пятая региональная конференция общества изучения Центральной Азии собрала на площадке Казанского федерального более 200 ученых из 25 стран. В течение трех дней участники конференции обсуждали проблемы в области политики, истории, лингвистики, культуры, религии и, конечно же, международных отношений. Особое внимание гости Казани уделили проблемам ислама. Сегодня его влияние в обществе и роль в политике растет в геометрической прогрессии. Поэтому очень важно найти правильный вектор для развития. Конференции, подобные этой, всегда вызывали у меня интерес, как и ваша республика. Пример Татарстана в отношении к исламу заслуживает подражания. И в рамках конференции мы говорили в том числе и об этом. Это здорово, когда ученые, занимающиеся проблемами ислама в своих странах, могут послушать других, поучиться и у них. Только так мы добьемся каких-то результатов. Как всегда, по традиции, команда «Универ Ньюз» подготовила для тебя подборку самых ярких новостей Рунета. В эфире рубрика «Веб Ньюз». Жители Татарстана отметили Сабантуя. Один из самых масштабных праздников прошел в деревне Мингер Сабинского района. Гостем Сабантуя стал президент республики Рустам Мениханов. В Казани открылся самый большой парк динозавров в России. В динопарке «Юрким парк Трелл» представлено около 150 фигур динозавров в натуральную величину. Более сотни из них интерактивны и могут двигаться, и даже издавать звуки. Университетскую клинику КФУ отремонтируют, не приостанавливая обслуживание прикрепленных к ней казанцев. Причем свои предложения по проекту модернизации клиники может нести любой желающий. У мусульман начался священный месяц Рамадан. На протяжении 30 дней с рассвета и до захода солнца верующим предписано воздержание от приема пищи и распития напитков. В Зеленодольском районе Татарстана разводят оленей. Идею вернуть рогатых в леса Татарстана подкинул президент республики Рустам Мениханов. Именно по его инициативе на ферму привезли 25 моралов из Алтайского края. КФУ определил судьбу ветеранского госпиталя. Здесь планируют открыть ветлабораторию, которая позволит закрепить знания будущих врачей в области медицины и подготовить их к работе. Первым покупателем медицинской версии вертолета «Ансад» стал Минздрав Татарстана. Модифицированный «Ансад» предназначен для медико-эвакуационных работ и оказания экстренной медицинской помощи на борту. В Казани масштабно отмечают День русского языка. В праздновании началось возложение цветов к памятнику Александру Пушкину. 6 июня во всем мире празднуется День русского языка. Выбор даты не случайен, ведь это еще и день рождения великого русского писателя Александра Пушкина. Выдающегося прозаика Александра Сергеевича по праву можно назвать основоположником современного русского литературного языка. Торжественные мероприятия по случаю праздника прошли по всей стране. О том, как память писателя почтили в Казани, расскажет Диана Авакян. С самого утра в день рождения Александра Пушкина у его памятника возле театра оперы и балета имени Мусы Джалиля собралось множество журналистов и просто горожан, не безразличных к русскому языку и творчеству выдающегося поэта и прозаика. В торжественной церемонии возложения цветов к памятнику принял участие президент Татарстана Рустам Мениханов. Как позже отметил глава республики, русский язык, язык Пушкина, Толстого, Достоевского имеет сегодня мировое звучание. Это язык межнационального и межкультурного общения, связующая нить между эпохами и поколениями. Кстати, на мероприятии можно было заметить много школьников. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь над дубитом, и днем и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом, идет направо, пейс заводит, налево сказку говорит. Там чудеса, там леший бровец, русалка на ветвях сидит, там на невиданных дорожках следы невиданных дверей, избушка там на курьих ножках стоит без окон, без дверей. Праздник продолжился на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Муса Джалиля. Концерт включал в себя музыкально-поэтические инсталляции, воссоздающие неповторимую ауру пушкинской эпохи. Диана Вакян, Ленардо Влетьяров, Универньюс. Каждый день ты просыпаешься утром, едешь в свой университет, проводишь там много времени, получаешь ценные знания, находишь друзей, полезное знакомство, а возможно и любовь. А задумался ли ты когда-нибудь над тем, насколько сильно ты привязан к альмаматор? В Казанском федеральном университете учатся более 45 тысяч студентов. Они проходят достаточно сложный путь для достижения звания студента КФУ, ведь всем известно, что конкурс на поступление в КФУ значительно выше других вузов Татарстана. Поэтому студенты КФУ очень патриотичны и каждый любит Казанский федеральный по-своему. В социальной сети ВКонтакте в одной из официальных групп КФУ проводился конкурс, где разыгрывали две фирменные именные толстовки КФУ с новым логотипом. Участникам нужно было перепостить запись конкурса и дописать фразу «Я люблю КФУ за». В конкурсе участвовали не только студенты, но и сотрудники университета. И все выразили свою любовь к альмаматору по-разному. Кто-то написал душераздирающую речь о КФУ, кто-то посвятил рисунок любимому университету, а кто-то активно собирал лайки под своей конкурсной записью. Всех этих людей объединяет одно – это настоящая любовь к своему Казанскому федеральному университету. Адели Валеева, Универньюз. Признайтесь же себе, что играя в мяч на улице, вы частенько представляете, как становитесь мировым спортсменом. Только с мечтами, как и с мячом, нужно быть аккуратнее. Ведь сыграв в простой уличный баскетбол, казанские студенты представят Татарстан на всероссийском турнире в Москве. Как им это удалось – смотри далее. Прошедший спортивный турнир АСБ 3 на 3 «Жара» в Казани открыл сезон уличного баскетбола в городе. 25 команд из самых крупных вузов республики соревновались в первенстве за право представлять Татарстан на всероссийских соревнованиях АСБ 3 на 3, которые пройдут в Москве. Данное спортивное мероприятие проходит по всей России под эгидой АСБ. Это соревнование 3 на 3 «Стритбол». Победитель данных соревнований отправится в Москву и в июне будет представлять республику Татарстан уже на всероссийском финале. В данный момент чемпионат проходит в 18 городах. Ну, соответственно, 18 команд будет сильнейших со всей России. Самая распространенная версия игры в стритбол – 3 на 3. Нередко он становится игрой без правил, что лишь усложняет путь к победе. И вот сразу на пяти площадках начались упорные сражения. Судья позволял играть в жесткой манере. Состоялось настоящее мужское состязание. Несмотря на то, что каждый студент представляет именно свой вуз, множество команд стали смешанными. Это, безусловно, лишь укрепило их силы, чтобы набрать заветное количество очков. Так в тройку лидеров вошли стритболисты химико-технологического и энергетического университета. Ну а почетное первое место досталось команде КФУ. Стоит отметить, что в команде Казанского федерального третьим игроком был студент КАИ. Судьи более лояльнее относятся как раз к контактам. То есть фалы не дают, разрешают именно больше в борьбу входить игрокам и, можно сказать, играть более грязно, чем в баскетболе. Погода шикарная для такого мероприятия. Настрой есть, все бодры и веселы. Идем только на победу. Я думаю, мы будем биться на равных. Я знаю всех игроков. Мои друзья тоже знают игроков. Примерно по силам мы одинаковые. Будем стараться, будем биться. Баскетбол и стритбол объединяет баскетбольный мяч, стремление к победе, красота и зрелищность. Он стал стартовой площадкой для многих звезд баскетбола с мировым именем. Именно поэтому казанский АСБ 3 на 3 вновь собрал самых амбициозных игроков города, которые смогли не только заявить о себе, но и теперь примут участие в престижном всероссийском турнире. Аделя Мухаммедовна, Роман Самарин, Универньюз. На сегодня у меня все. И помни, делать добро легко. Главное начать. И делать это от чистого сердца. Действуй. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова